коллеги я вас приветствую сегодня будем говорить снова про микросервисы и только потому что назрела необходимость об этом снова поговорить пишутся статьи создаются видео люди получают опыт общаются между собой все меняется все течет и сегодня в концепции вот этого подхода немножко поговорим про то что было и затронем новый аспект разработки микросервисов реализации микросервисной архитектуры которая может и так или иначе затронуть вашу и собственно говоря компанию вас в общем то в том числе как разработчика или архитектора если вы являетесь архитектором в общем пришло время поговорить давайте поговорим ну вас я прошу подписаться чтобы получать уведомления о новых видео таких как это поставьте колокольчик и начнем давайте вспомним что было в прошлом видео про микросервисы я давал некоторое количество определений вот одно из них и так микросервисная архитектура это вариант сервис ориентированной архитектуры программного обеспечения направленные взаимодействия насколько это возможно небольших слабо связанных и легко изменяемых модулей так называемых микросервисов следующее определение его дал мартин фаулер давайте на русский язык переведем так термин микросервисная архитектура возник последние несколько лет дня для описания конкретного способа разработки то есть мы понимаем что это способ разработки программных приложений как набор их независимо развертываемых сервисов ключевое слово независимо развертываемые то есть не разработка именно именно развертывание хотя нет точного определения этого архитектурного стиля тоже интересный факт существует определенные общие характеристики организации касающихся бизнес возможностей автоматического развертывания интеллекта в конечных точках и децентрализованного направления языками данными здесь есть много очень ключевых моментов и мы на них останемся чуть позже ну надо запомнить что это именно развертывание надо запомнить что конечные точки и в них есть интеллект и децентрализованное управление языками поехали дальше итак перед вами определение из википедии я только скажу что существует несколько вариантов общения микросервисов между собой первый вариант это через http запросы или и или через https если хотите который использует формат сообщение json также можете использовать grpc достаточно современный и модный можно сказать формат который использует binary data но он работает по принципу такому же как http но только другое немножечко использует формат есть а им купе и этот протокол используется основном через шины данных например пробит mq в частности и он тоже использует binary data и надо понимать что grpc с недавнего времени теперь есть avisp.net core то есть и существует две реализации grpc и grpc веб то есть для веба microsoft там немножечко переделала стандарты и он в общем-то дает такую возможность использовать по протоколу http 1 версия 1.1 а не http который слэш на 2 то есть современный стандарт потому что там есть некоторое ограничение ну и в частности вот они ниже перечислены то есть если вы будете использовать grpc веб клиенты данной направлен по такой передаче не поддерживается но в силу ограниченности непосредственно http первого формата первого версии и так если говорить про цели назначения микросервисной архитектуры то тут главный принцип повысить гранулярность модулей то есть чем меньше вы делаете модули тем проще ими управлять тем проще их развивать добавлять новые функции изменять существующие без изменения других публиковать и в общем то можно даже иметь несколько команд разработки которые будут работать независимо друг от друга в общем это все позволяет донести так называемый товар который вы делаете то есть программный код до конечного потребителя другими словами это называется time to market то есть чем быстрее вы напишите код чем быстрее он будет заработать уже на конечному пользователя то есть на заказчика тем будет всем плюс в другими словами можно делать какую-нибудь программу много много лет и она никогда не видит пользователей это как бы но не приветствуется да я думаю что это понятно почему ну и в общем-то касательно философии это тоже выписки из википедии она четко дает понять опять же почему в общем-то микросервис и так микросервисы это копия философии юникс и используется такой же принцип как и в этой системе делать что-то одно и делать это хорошо другими словами микросервисы минимальные предназначаются для единственной функции в общем я думаю что здесь уже вопросов не должно возникать для чего нужны микросервисы ну и если говорить про среду выполнения то есть где ваши сервисы должны выполняться я еще раз отвечаю на этот вопрос использование кубернетис или докера необязательно то есть ваши сервисы могут работать на хостах разных провайдеров например там паркинг ру или рекру или еще каком неважно но суть в том что это будет дорого выглядеть если у вас два-три сервиса один вариант если у вас там тысячи сервисов это многократно увеличит ваши затраты на поддержку ваших же сервисов более того такое понятие как оркестрация или допустим отказоустойчивость и балансировка это уже на вашей совести я сомневаюсь что у вас получится это сделать есть специальные системы например кубернетис который позволяет оркестрировать до управлять вашими сервисами поднимает новые инстанции по требованию или удалять их из памяти если допустим нет нагрузки или раскидывать нагрузки между сервисами которые один перегружен другой не может балансировка включилась нагрузки пошли равномерно и в общем то все так или иначе связано с тем что эта среда выполнения она настраивается люди которые специально обучены например девопсы много про нее знают много умеет но тем не менее вы как разработчик тоже должны понимать как это работает для того чтобы ваша работа вложенная микросервисы была максимально эффективной на стороне в том числе и управление вот этой самой оркестрации до управления вашими инстансами в этой среде в общем-то кубернетис помогает не только управлять существующий сервис он помогает еще и делать такие вещи как непрерывная интеграция да то есть вы написали код запушили его допустим систему контроля версия например в гид и гид это какой и система подняла увидела новые изменения сделала билд прогнала тесты подняла но прокинула создала имидж прокинула его в докер в докер тра-ла-ла и в общем то все заработала в кубернессе я говорю очень абстрактно чтобы было примерно понятно о чем идет речь собственно говоря вот эти системы среда выполнения она обеспечивает не только управление инстансами ваших сервисов но и обеспечивает автоматизацию обновления и в общем то развертывание этих самых микросервисов ну и нужно отметить что компания google придумала такую штуку как кубернетис для внутренних нужд все в общем то всегда так или иначе делается для внутренних нужд например 4 шаблон тоже microsoft использован для внутренних нужд между прочим visual studio генерирует шаблоны на основании ну ладно неважно в общем google придумала кубернетис для внутренних нужд после этого дала cloud native computing foundation и в общем теперь это штука такая как кубернетис используется очень крупными компаниями в ряде интернет проектов ну в общем повсеместно и везде но очень часто это можно встретить и понимать нужно как это работает тут как бы без вариантов немножко истории вообще понятие микросервис и термин упоминался давно в середине двухтысячных годов после этого в 2012 году докладывали на конференции 33d degree в кракове и в общем после этого вообще в пятнадцатом году во внедрении микросервис в рамках собственных программных разработок заявили такие компании вернее специалисты таких компаний как amazon netflix twitter то есть на самом деле микросервисы уже давным-давно использовались просто новомодная эта штука микросервисы ну 2005 года регулярно выпускается книги об этом в общем это не не конкретный какой-то механизм это наверное больше такая абстракция до которой использовалась раньше просто не знали как ее называть ну вот так вот мое мнение потом придумали назвали теперь это называется микросервисы теперь стоит отметить что у микросервисов есть четыре характеристики они опять же описаны википедии но на самом деле пришло время остановиться на них подробнее и я хочу дать некоторые комментарии так первая характеристика модули можно легко заменить в любое время акцент на простоту независимость развертывания и обновление каждого из микросервисов этот этот харк эта характеристика она как никакие другие очень четко дает понять как это примерно должно работать другими словами вот этот вот акцент на простоту и независимость развертывания в общем-то для обновления тут они как бы между собой немножечко ну конфликтуют да то есть чем проще вы сделаете тем больше вам придется делать сервисов которые делают ту или иную задачу если немножко усложнить реализацию то немножко пострадает независимость развертывания я в общем-то столкнулся с этим на своем собственном опыте поэтому все хорошо в меру надо четко понимать что вы делаете для чего вы это будете использовать вторая характеристика из четырех это модули должны организованы вокруг функций надо сказать что микросервисы выполняет по возможности одну и да и то достаточно элементарную функцию ну другими словами если допустим у вас какой-нибудь сервис ивент да в котором куча всяких са и вис событий которые могут добавляться удаляться редактироваться или события чего-то регистрируются или еще чего-то как-то следует подумать в сторону того чтобы все-таки создать конкретно до элементарные функции event registration или там event там publication или публики в общем не вы понимаете да то есть все ивент сервис например это как больше такой большой клубок да он говорит вокруг доменной модели то есть нужно организовать вокруг функции то есть что-то должны сервисы делать и как говорится достаточно элементарные вещи дальше вот этот вот на самый на самом деле характеристика номер три давайте прочитаем могут быть реализованы с использованием различных языков программирования фреймворков но в общем на самом деле это очень спорный вопрос потому что в какой-то момент у вас начинает появляться так называемый зоопарк технологий стеков я не знаю даже разработчиков скиллов требования команды все это начинает нарастать с такой сильной штукой что в конце концов у вас каждый разработчик должен обладать вот этим стеком чтобы понимать как это работает чтобы была возможность при необходимости но это конечно не приветствуется но тем не менее необходимость иногда бывает перевести одного разработчика в другую команду и наоборот таким образом если он придет другую команду из c-sharp а ну например на go ну я думаю что это как бы бессмысленно ну и опять же даже если из команды c-sharp а перейдет в команду c-sharp а если используются разные подходы разные технологии разные фреймворки разные библиотеки разные nugget пакеты тоже ничего хорошего из этого не выйдет и таким образом у вас получается что в команде должны быть все вот такие разработчики которые так или иначе могут все а это собственно говоря нереально потому что уровень подготовки разработчиков на самом деле раз опять же нужно будет определиться на каком стеке на какой платформе вы будете делать микросервис потому что нужно договориться на берегу либо готовить команду а где команда разработчиков там командой тестировщиков общем достаточно сложный вопрос вот с этим вот с этой характеристикой номер три я в корне не согласен но это мое сугубо личное мнение четвертая характеристика архитектура симметрично они иерархично то есть другими словами никаких зависимостей между микросервисами нет они все одноранговые а значит одинаковые суть сводится к тому что микросервисы это функции как например функции в коде в какой-то вы пишете как вы можете определить какая функция главное а какая не главное какая зависимая то что одна вызывает другую не дает иерархичности. Зависимости при этом нет. Другими словами, если микросервис идет, ну допустим, микросервис я не знаю там, организейшн да, и он идет в микросервис конфигурэйшн, собирать какую-то информацию. Не значит, что один сервис главнее другого. Просто он пошел и взял там данные. Ну и такое понятие, как умные, неумные сервисы, это тоже, на мой взгляд, не совсем правильный подход, потому что микросервис не может быть умным, неумным. Как говорил Мартин Фоулер, у них интеллектуальные точки есть, то есть они в каждой точке есть свой интеллект, и он может обрабатывать только свое, сугубо личное. Один сервис управлять другими не может, в силу своей умственной осталости, например, или наоборот. В общем, это такая важная штука, которая дает понять, что сервисы одноранговые и никак по-другому. Иначе, как только у вас появятся зависимости, вы представьте, у вас есть монолит, вы его порвали на части, развели зависимости и потом начинаете из зависимости заново выстраивать только на уровне уже сетей, на уровне микросервисов. Это сложнее в разы. Поехали дальше. Нельзя не сказать, что у микросервисов есть и минусы. И прежде чем окунуться в систему микросервисов, например, перепиливанием монолит, прошу прощения за заговорку, вам нужно понять, что микросервисы всегда сложнее, чем монолит. Всегда. Без вариантов. У микросервисов получаются сетевые задержки, опять же, в силу сложности и в силу того, что все микросервисы общаются между собой посредством распределенных запросов. То есть запросов request-response, неважно какого сетевого протокола. Так или иначе, каждый запрос в другой сервис будет говорить о том, что у вас есть какие-то задержки. Также есть такое понятие, как форматы сообщений. Нужно, опять же, договориться на берегу и не иметь их в зоопарк, определиться, какие. Хотя со временем может возникнуть использование двух. Ну, например, JSON и, допустим, binary. То есть простые данные, которые не sensitive data, то есть которые можно и потерять, и перекинуть заново. Их, допустим, пускать по HTTP протоколу. А, допустим, важные данные с подтверждением сеанса, с получением, то есть обработки чередей, допустим, через шину данных, например, там, RabbitMQ. Ну и надо понимать, что микросервисы, минус их в том, что вам нужно будет, если у вас несколько инстансов одного сервиса запущено, вам нужно говорить про баланс нагрузки, ну а также, если у вас инстанс завис, удалился или не вывозит, или еще что-то, то есть отказоустойчивость тоже должна решаться. И за это, собственно говоря, придется платить дополнительными нагрузками, дополнительными ресурсами сетевых каких-то там центров. В общем, об этом тоже нужно понимать. Ну и минусы микросервисов я тоже считаю в том, что моя сугубо личная точка зрения, что тестирование. Ну представьте, поднять на локальном компьютере для тестирования пять сервисов, которые между собой общаются, и в каждом должна быть своя база данных, и в них должна быть своя собственная какая-то подготовленная информация для конкретного теста, это, в общем, ну не серьезно. С другой стороны, существует вероятность такой настройки, что вы просто сервис, который тестируете, подменяете на свой, ну, например, останавливая контейнер с тем сервисом, который работает на DevContour, и вы его останавливаете, подставляете свой, и все сообщения ходят через ваш сервис, который, собственно, в дебаге можно ловить. Такие варианты существуют, но нужно понимать, что вот эта структура, которая позволит вам подменить, ну, ее нужно будет настроить, подготовить, чтобы в любой момент, то есть, другие разработчики тоже будут какие-то свои подменять, можно, в общем-то, как минимум договоряться о том, кто, когда, чего и как, в какое время и насколько займет сервис, или вот что-то вот в этом роде. Ну, и еще раз хочу напомнить, что мы говорим про микросервисы в концепции доработки монолита. Монолит, он, в общем-то, вот картинка, на самом деле, с микрософтовского сайта, который говорит о том, что проблемы, в основном, начинаются в диплоймете, то есть, когда вы доставляете контент. Когда монолит большой, огромный, доставить его одномоментно на сервис, чтобы там обновить версию, это достаточно тяжелая и рутинная работа, которая может содержать какие-то ошибки, когда вам придется откатываться, и, в общем-то, в этом-то и проблема монолитов, что его тяжело довести до time-to-market, то есть, у него очень большой, то есть, довести до конечного пользователя сложно. Микросервисное приложение, они публикуются раздельно, что-то одно изменилось, закинул, другое изменилось, закинул, все работает, собственно говоря, по системе eventual consistency, то есть, согласованность в конечном счете, так называемый, паттерн, когда, так или иначе, у вас сервисы войдут в консистенцию и начнут работать совместно, уже используя там определенные механизмы вот этой вот синхронизации, да, то есть, eventual consistency, какой-нибудь там, демпендентность операции, ну, это я уже углубляюсь в некоторые нюансы, пока опустим эту тему. Итак, еще раз, от монолита к микросервисам, почему? Монолит это хорошее решение, если написано правильно и работает долго, но как только начинается проблема с публикацией, это выглядит уже сложно, и теперь представьте, что вы перешли на микросервисы, которые еще сложнее, потому что сюда добавляются операции, которые позволяют вам взаимодействовать между сервисами, таким образом, если вы пишете, если вы пилите монолит и пишете микросервисы, ну, нужно понимать, что вам будет еще сложнее, потому что у вас будет смешанный подход, нельзя одномоментно взять, удалить монолит и добавить микросервисы, и у вас все залетает, нет, какое-то время, а может быть и всегда, ну, это самый такой плохой сценарий, у вас будет смешанный подход, когда будет и монолит, частично работающий, частично неработающий, И микросервисы, которые потихоньку начнут забирать функционал на себя и какими-то образами синхронизировать данные между монолитом и микросервисом. Если учесть, что у каждого микросервиса своя база по определению, то эти базы вам придется с монолитом как-то синхронизировать. Варианты в куча, вариантов моря. Главное правильно подойти к этому моменту и реализовать эту синхронизацию. Желательно не минуя бизнес-логику, которая описана в микросервисах. Иначе будут проблемы синхронизации, когда в вашу систему могут попасть данные, не прошедшие валидацию. Ну и соответственно отсюда может быть много-много неприятностей. Надо понимать, что микросервисы сами по себе сложнее, потому что между ними нужно будет накладывать кучу-кучу всяких паттернов, о которых мы можем поговорить попозже. А в монолите, если уже тяжело его доводить до тайм-то-маркет, то есть у него слишком большой, то вот это вот все смешается. Нужно понимать, что сервисы это много-много-много сложнее. Ну а теперь немножко поговорим про то, с чего все-таки лучше начать разработку. Первое, что нужно понимать, что микросервисы это в любом случае часть одной системы. Уменьшение связанности подразумевает уменьшение их в контексте управления сервисами, то есть обновление, публикация, разработка, они упрощаются. Но при этом в зависимости в предметной области они никуда не деваются. Это нужно просто понимать. Итак, первый совет, с чего я начал, это определение масштаба гранулярности модулей, так называемых. В этом этапе очень сильно будет плюсом применение подхода The Mind Driven Design. Именно этот подход, именно этот паттерн позволяет очень эффективно разбить на области, на зоны ответственности, допустим, говорить в концепции монолита. То есть вы разбиваете на модули, определяете их масштаб. Ну в общем-то можно сделать один модуль бухгалтерия, а можно сделать один модуль формирования платежки. То есть вот тут нужно определиться, что про что. Ключевый момент в том, что микросервисы должны делать какую-то элементарную функцию. И в одном зоне ответственности, если говорить в концепции Domain Driven Design, может быть несколько микросервисов. Это тоже нужно понимать. Но опять же нужно не забывать, что так как у вас все равно сервисы находятся в одной системе, то вам нужно определиться с тек технологий инструментов, которые максимально быстро помогут вам реализовать эти модули. Ну например, какую-то платформу. Например, Node.js выбираете платформу и поехали стряпать на ней сервисы. Или например, ISP.NET Core и поехали на ней. Для того, чтобы определиться, как сервисы между собой будут взаимодействовать, нужно исходить из того, какие типы данных вы будете передавать и по каким форматам. С этим тоже нужно будет определяться. Дальше. Необходимо проработать вопросы безопасности ваших сервисов. Если вы построите всю микросервисную архитектуру, а потом вспомните, что у вас они не защищены, и наружу их вытаскивать нельзя, ну это не самый хороший вариант. А как только вы придете к тому, что вам нужно будет реализовывать какую-то спецификацию, например, OS 2.0, да, или там Active Directory как-то прикрутить к этой штуке, или допустим Azure, где, собственно говоря, этот Active Directory выведен на новый уровень, ну неважно. В общем, как только вам потребуется все-таки реализовать этот OS 2.0 в частности, да, как самый простой на самом деле стандарт защиты безопасности, индустриальный стандарт, между прочим, то вам придется все микросервисы переделать, переделать все запросы, в общем, там будет много чего интересного. Поэтому желательно это все проработать в самом начале. Ну и нужно понять, какие будут затронуты инфраструктурные аспекты при публикации, развертывании, логировании, мониторинг, прийти к общему знаменателю, логирование, допустим, в ELK, или еще куда-то там, я не знаю, допустим, просто в текстовые файлы скидывать в какую-нибудь помойку, я не знаю. Мониторинг тоже. Можно использовать разные механизмы и, в общем-то, фреймворки, которые позволяют делать мониторинг в Application Insight, там, Prometheus, ну или что-то типа этого. С этим нужно тоже определиться, потому что это в дальнейшем поможет упростить разработку. Далее. Нужно определить механизмы и инфраструктурные механизмы, которые должны быть реализованы на всех сервисах или почти всех сервисов. Есть сервисы, которые решают предметные задачи, то есть задачи предметной области. Есть сервисы, которые инфраструктурные, которые помогают работать этим сервисом. Ну, например, если у вас, допустим, межконтинентальная корпорация, то вопрос локализации данных, выдачи, допустим, каких-то сообщений на разных языках, это актуально. Или, допустим, у вас есть какая-то система настроек, да, какой-нибудь Configuration Service, в конце концов, в котором хранятся настройки всех пользователей, всех программ, всех там, я не знаю, окон, всех, допустим, форм веб-приложения, ну, как вариант, да, и это нужно тоже как бы в самом начале заложить в инфраструктуру, потому что если пользователь привык одно и то же окно на одном сервисе и видит в одном и том же виде, то если второй инстанс запустится, он не будет связан с настройками, он видит другой, начнет перестраивать. В общем, я думаю, что вы поняли, о чем я говорю. Это важные инфраструктурные моменты, которые тоже нужно закладывать в самом начале. Дальше. Есть такое понятие, как безопасность, и она может построена быть разным способом. Есть так называемые фреймворки, да, которые встроены, допустим, в ISP.NET Core. Есть Identity, который понимает, как работать с Bearer, как работать с GVT, как там атрибутами управлять доступ, и вот это тоже нужно определить. Ну, предположим, у вас есть 100 сервисов, и на 50 из них можно пользователю заходить, а на 50 нет. Как вы это разграничите? Пользователь логинится в каждый сервис? Ну, сами понимаете, это не Камильфо, это не наш случай, мы так не делаем. Поэтому вот это вот определение центра управления доступом тоже очень важный шаг, который позволит вам определить, как пользователю выдавать разрешение, чтобы он логинился один раз и ходил между сервисами как свой. То есть где-то ему можно только посмотреть, где-то ему можно что-то там сохранить, где-то вообще нельзя лезть и руки убери, как называется. Если у вас будет много микросервисов, ну там тысяча, например, как у Авито, то это будет очень сложно сделать таким образом, чтобы пользователь не логинился миллион раз. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я, собственно, говорю. Есть ли альтернатива этому самому микросервисному подходу? Да, есть. И на самом деле я бы предположил, что это следующий этап после монолита, хотя, с другими словами, если вы правильно напишите монолит, то у вас не потребуется такое понятие, как микросервисная архитектура. Ну, во всяком случае, очень долго не потребуется. Ну, а если потребуется, тогда вот эту вот модульность можно переложить в микросервисы, и это будет идеально работать. Давайте перечислим, какие возможности реализации правильного монолита. Итак, модульность заложить в основу монолита. То есть, монолит – это некий shell, некая оболочка, в которой разработчики программ или модулей складывают в определенную папку. Ну, как вариант, да, в папку на сервере. И просто при старте приложения эти модули собираются в кучу и показываются там, видоизменяя меню, может быть, добавляя какие-то формы. Я думаю, что вы поняли, о чем я говорю. Итак, за каждый модуль отвечает одна группа разработчиков, как, например, да, и они, собственно говоря, ведут эту предметную область в этом самом модуле. Публикуется непосредственно как сборка DLL. Ну, или можно, конечно, и другие варианты публикации найти. Современные диай, ой, современные, как они, dependency injection контроллеры, нет, сейчас, контейнеры, прошу прощения. Они позволяют это делать, вот, то есть управлять непосредственно сборками на уровне старта или там в реал-тайме подгружать сборки. Вот очень, на самом деле, прикольно и классно работает. Даже в том числе на платформе SPUT Netcore. В общем, смотрите, каждая сборка имеет публичные интерфейсы для взаимодействия и никого не пускает во внутренние запчасти, которые там крутятся. Внутренние шестеренки механизмы этих МИГ-модулей никому не доступны. Тем самым гарантируя, что публичные будут выполнены определенным образом. И тем самым модификация версии этих модулей будут работать, в общем-то, более-менее понятно. Ну и второй вариант, это, даже не второй вариант, а добавочная штука такая, то есть взаимодействие через шину сообщений. Да-да-да, на основе прям монолита запустить обмен через шину сообщений. Не просто одна сборка дернула другую через HTTP, а отправила в шину сообщения, ну, допустим, в RabbitMQ через MassTransit, и через MassTransit, и этот самый RabbitMQ получила ответ. Да, один сервис отправил, и тот же сервис получил. Что это дает? Все очень просто. Как только вам потребуется разбить это на части, вы выносите в микросервис, и у вас все как работало, так и работает. Более того, теперь у вас пачка микросервисов, которые деплоятся независимо друг от друга. Эту штуку можно сделать, это будет работать, и работать очень хорошо, потому что ничего не мешает ей работать в таком формате. Поехали дальше. Ну, и если мы говорили про протоколы, тут нужно понимать, что если есть протоколы, то и взаимодействие между микросервисами будет строиться по определенным правилам. Например, если мы используем HTTP, и у нас вот ABCDEF сервисы, они будут отправлять через HTTP запрос, request, response, и читать результаты, и проделать какие-то операции. Эта схема будет работать без каких-либо проблем. Ну, единственное, что задержки, если у вас в одном методе будет запрос порядка там 5, 7, 10, 12 микросервисов проходить, то и сдержки на response request, они, в общем-то, будут ощутимы. Ну, будет работать, и, в общем-то, некоторые выбирают эту схему как основную, ничего плохого в этом нет, она просто существует и дает свои гарантии. Дальше. Если вы будете использовать GRPC, принцип взаимодействия микросервисов точно такой же, но здесь задержки минимизируются, потому что через binary data, то есть через TCP, UTP, вот этот стэк, передается гораздо быстрее, чем через HTTP. Ну, это просто из того, что платформа работает именно таким образом. На самом деле здесь формат имеет малую, наверное, какую-то роль, а вот взаимодействие по части другого протокола, наверное, все-таки какой-то, наверное, плюс будет в том, что GRPC работает, на самом деле, быстрее, но, с другими словами, его и, как бы, дебажить немножко посложней, хотя GRPC дает другие плюсы. Это protobuf, то есть это сначала протокол, то есть сначала definition, а потом, в общем-то, реализация. Причем можно через GRPC склеить между собой несколько типов сервисов от, допустим, ASP.NET Core и заканчивая там на питоне или еще что-то. Реализация вот этого protobuf, ну, то есть вот этой спецификации можно сделать на любом из сервисов, а работать они будут совершенно одинаково. Ну, и, в общем-то, есть еще один тип взаимодействия, это через шину данных, так называемую, там, допустим, Rabbit или Kafka, или, допустим, Azure или ActiveMQ. В общем, на самом деле, есть много вариантов реализации этих сервисов AMQP протокола. И здесь тоже binary data, но работают они через централизованную шину данных. И здесь, в общем-то, есть как плюсы, так и минусы. Например, распределенные, допустим, транзакции реализуются через, допустим, SAG, вот, допустим, опять же, повторюсь, RabbitMQ. Поверх него, если натянуть масс-транзит, он скрывает за собой все внутренние, там, проблемы по управлениями этими самыми эксченджами и очередями. И на поверку выдает дополнительные плюшки, которые позволяют реализовать достаточно сложные механизмы, ну, допустим, распределенных транзакций. Что нужно понимать? Нужно понимать то, что я уже проговорил про Rabbit и Kafka, и я часто слышу про то, зачем нам Rabbit, если есть Kafka, и, в общем-то, наоборот. Нужно понимать, что, для чего и зачем. И Kafka и Rabbit, они похожи, это шины данных, но работают они абсолютно по-разному. Если Rabbit это распределенная система управления очередью сообщений, распределенная, значит, может быть, несколько RabbitMQ серверов. И распределенная, поскольку работает как кластер узлов, где очереди распределяются по узлам и опционально реплицируются в целях устойчивости к ошибкам и высокодоступности. То есть, Rabbit распределенный, и это система управления очередью сообщений. Kafka — это распределенный, реплицированный журнал фиксации изменений. У Kafka нет концепции очередей. Это нужно понимать. Это зашито в протокол, это другая реализация, и она, соответственно, работает по-другому. Почему по-другому? Так, это на английском языке, давайте прочитаем на русском. Итак, есть такое понятие, как операционные данные и транзакционные. Operational и Transactional. Операционные данные — это данные, которые относятся к информационным и технологическим активам организации. Ну, можно примером привести, допустим, логирование, да, или мониторинг. Вот это вот, можно сказать, операционные данные. Их очень много, и их сбор позволяет оптимизировать какие-то операции, или там выявлять риски. Ну, в общем, мониторинг и логирование — вот это задача Kafka. На мой взгляд, это самое оптимальное ее использование. Производительность Kafka очень высокая. Дальше. Если говорить про Transactional Data в концепции Rabbit, то транзакционные данные — это данные, описывающие бизнес-события. То есть, Rabbit, в частности, реализует транзакционные данные, то есть, подход по обработке их. А значит, он может выступать в роли управлятором, так если можно вразиться, бизнес-событий. В бизнес-организации существует объем данных транзакционных, большой объем транзакционных данных. То есть, все операции, изменение статуса, там, создание каких-то накладных. В общем, тут, в общем-то, все написано. Например, покупка продуктов у поставщиков, продажа продуктов клиентов, доставка товаров на сайты, на им сотрудников — это все Transactional Data. То есть, этим управляет Rabbit. Таким образом, транзакционные данные генерируются регулярно и, в общем-то, этим. Это нельзя доверять Kafka, хотя я знаю, что есть такие реализации, что это перекладывается на Kafka, но в суть сводится к тому, что Kafka не имеет очередей. Это заложено у него механизм, поэтому нужно четко понимать, что вы делаете и для чего. Более того, если говорить в концепции производительности, и Kafka, и Rabbit, они очень отличаются. Суть сводится к тому, что в несколько тысяч раз. То есть, если RabbitMQ работает с Transactional Data, его количество сообщений, которые передаются в секунду, там 40-45 тысяч сообщений в секунду. Но при этом размер может быть большой, там до 100 килобайт, я даже знаю больше. Ну, вернее, получалось передавать и больше, хотя в этом уже как бы начинается перегруз, не нужно так делать. Но, тем не менее, 40-45 тысяч сообщений в секунду, они покрывают все бизнес-операции. Не бывает такого, чтобы у вас, ну, то есть, если там, конечно, может быть, да, то есть, 45 тысяч покупок какого-нибудь товара в секунду, это как бы один вариант, да. Тут нужно как бы задуматься об архитектуре. То есть, бизнес-дата, она случается реже. То есть, бизнес-эвент, ивенты, как это по-русски, так, господи, сейчас, секунду вспомним. Бизнес-событие, да. Вот, бизнес-событие чаще вот этого интервала, ну, я очень сомневаюсь, что у вас такой бизнес. А если и такой, значит, вы как-то неправильно сделали архитектуру. Другими словами, Kafka нужна для того, чтобы передавать до 2 миллионов сообщений в секунду, но очень маленького размера. И основа Kafka это K-Value. То есть, она передает данные в формате K-Value, грубо говоря, да. Вот, не вдаваясь в подробности реализации. Ну, я понимаю, что Value может быть и Operational Data, и Transactual Data. И тут, конечно, в общем, чем больше размер сообщений, тем больше Kafka проседает по производительности. Опять же, поговорю, еще раз говорю тот факт, что Rabbit и Kafka сделаны по-разному, реализованы по-разному и требуются для разных операций, для разных целей. Теперь, еще одна важная часть, это уровни общения сервисов. На данной схеме у нас есть какой-тоектор, который дергает сервисы ABCD. Нет, ABC, вернее. Они на верхнем уровне. То есть, пользователь непосредственно на эти сервисы может отправлять сообщения и получать от них данные. Это первый вариант. И второй вариант, когда у нас DEF сервисы, странно, конечно, что их так назвал, непонятно и очевидно. Ну, ладно. Они находятся внизу. И вот этотектор, то есть, этот клиент никогда до них не доберется, то есть, он на них прямые запросы не отправляет. Это говорит о том, что у нас, получается, два уровня взаимодействия сервисов. То есть, два уровня взаимодействия в клиент-сервис и сервис-то-сервис. И надо понимать, что это все не проходит мимо, потому что, если говорить про непосредственно защиту этих сервисов, то это, если использовать OS 2.0 спецификацию, то есть, индустриальную, которая стандартом является, то для верхнего уровня это будет Authorization Flow Code, возможно, даже плюс PKC, то есть, Proof-K, в общем, не помню, как называется, Proof-K, там, C, что-то не помню. Ладно, неважно. Суть в том, что вот этот Authorization Flow Code, он специальным образом взаимодействует с пользователем. Там по-другому выдаются токены, по-другому они рефрешатся, там есть уровень, то есть, время действия токена. В общем, все действие, на самом деле, гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Опять же, если у вас есть сервис, то сервис тут прозумевает уже другой Flow, так называемое использование. Client Credential Code, который позволяет общаться между собой с сервисами. И здесь уже другой тип взаимоотношения, другие настройки, другие форматы, другие требования. Ну, для того, чтобы, конечно, ваша безопасность была безопасной. Если говорить про разные уровни взаимодействия, опять же, повторюсь, то это разные уровни защиты соединения, разные защиты доступа. Если у вас HTTP, то это, в общем-то, Service to Service подразумевает два стандарта. Client Credential Flow или Client to Service, который от PKC. Надо сказать, что стандарт Implicit, он устарел. И теперь использует как раз Authorization Code плюс PKC. И если говорить про GRPC и AMQP, то там используется TLS, в общем, Transport Level Security, в общем, сертификаты. Welcome, устанавливайте. Но вопрос тестирования с дебагом тоже там немножко будет такой веселый. Ну, и в общем, еще есть такое понятие, как и демоподентность. Если говорить, опять же, про микросервисную архитектуру, то есть понятие, которое придется реализовать. Демоподентность в операции определяется тем, что действие выполнено однократно и является эквивалентом, выполненном однократно. То есть, другими словами, если вы, допустим, делаете какой-то GET-запрос, который может служить примером такой операции, то сколько бы вы раз GET не делали, вы получите одну и ту же сущность, ну, при условии, конечно, что она не изменилась. Ну, и, в общем, другие операторы, которые post, put, delete, они не являются демоподентами. То есть, сколько бы вы раз не отправляли, допустим, post new person, да, у вас будет создаваться new person. И в концепции микросервисной архитектуры вам нужно предусмотреть этот вариант использования. Хотите ли вы, чтобы у вас эта операция выполнялась несколько раз? Если да, один вариант, то теперь представьте, что у вас пять инстансов работают на контуре, который делает пять запросов, и, возможно, у какой-нибудь глюк, и у вас этих пользователей нафигачится такое количество, что вы просто устанете их разгребать. Для этого нужна демоподентность. Где-то на канале я приводил видео, как это можно реализовать. Одним из примеров показывал, что это, на самом деле, не совсем страшно, как кажется. И это позволяет как раз увеличить производительность. То есть, надо еще сказать вот что. Если у вас будут микросервисы, сделанные на разных платформах, ну, например, там Node.js и Entity Framework, ой, и, прошу прощения, и ISP.NET Core, то, смотрите, производить, допустим, да, предположим, что Node.js, хотя он, конечно, медленнее и медленнее в разы ISP.NET Core, допустим, он быстрее, да, и количество их введения будет, как бы, соответственно, увеличивать перформанс, так называемый, вот, вашей системы. Но суть сводится к тому, что нужно не... Так, ну, тут вопрос масштабирования, да, то есть, если говорить про одинаковые инстанции на одной и той же платформе, то есть, когда они будут увеличиваться, их количество, то производительность будет расти горизонтально. То есть, вам не нужно увеличивать... Так, сейчас горизонтально, вертикально, сейчас уже запутался. То есть, когда вы плодите количество инстанцев, вы увеличите количество обрабатываемой информации вашими сервисами. Да, это горизонтальный рост, а не вертикальный, когда вы увеличите производительность одного сервиса. Поэтому, по большому счету, в конечном итоге, да, производительность одного сервиса по сравнению с другой платформой, она не играет никакого значения, потому что количество этих сервисов решит все проблемы. Я думаю, что вы поняли, о чем я хотел сказать. Ну, в общем, опять же, идемпендентность нужно иметь в виду, что это может стать камнем преткновения, который нужно решать в самом начале, перед тем, как реализовывать какие-то манипуляции данными в ваших сервисах. Еще один очень важный аспект – это паттерны для микросервисов. Я не устаю повторять, что они существуют, они есть, и ссылка вот внизу странички. Они описаны как клауд-паттерны, то есть для облачных вычислений – клауд-дизайн-паттерн. Но, тем не менее, для микросервисной архитектуры, то есть если предположить, что клауд – это и микросервис одно и то же, то это точное совпадение, грубо говоря. Это так, я смеюсь. В общем, все уже придумали за нас, и надо сказать, что есть определенные шаблоны, которые так или иначе хотите вы или не хотите, вам придется реализовывать. Например, Circuit Breaker или Secure S, паттерн или Vetsourcing. Ну, конечно, все хорошо в меру. Ключевый момент, что нельзя везде втыкать то, что модно только потому, что вы это знаете. Нужно понимать, для чего вы это хотите применить. Далее давайте поговорим про такую штуку, как шаблон для микросервиса. Нужно понимать, что если у вас много микросервисов, то стартануть новый проект достаточно сложно, каждый раз применяя одни и те же необходимые механизмы, которые используются на ваших всех сервисах. Ну, как мы говорили, это может быть локализация, или мониторинг, или, допустим, логирование. Ну, во-первых, это глупо каждый раз делать одно и то же с другой стороны. Можно это заложить в шаблон, и при создании нового шаблона микросервиса все необходимое уже может быть подключено для того, чтобы начать разрабатывать какую-то прикладную бизнес-задачу. Итак, в шаблон можно сделать что? Вынести базовые механизмы. Это на самом деле гарантирует их обязательное применение, с одной стороны, с другой стороны, убивает рутину, которая необходимо будет каждый раз проделывать, чтобы там запустить логирование. Дальше. Малоизменяемые инфраструктуры механизмы, надстройки можно тоже так же заложить в шаблон по требованию, и, в общем-то, если у вас есть определенные, допустим, потребности сервисов, которые, например, один ходит через Rebit, другой ходит через Kafka, третий использует там HTTP-запросы, можно обыкновенными NuGet-пакетами, например, ну, как вариант, да, создать шаблон на какое-то приложение, установить нужный пакет из артефактов компании, где ваш собственный NuGet-сервис, например, и у вас автоматически у простого, вновь созданного базового микросервиса появится возможность, ну, ходить, например, через Rebit, да, то есть иметь какие-то настройки по подключению его, управлению там, и возможным, в общем, я думаю, что вы поняли, о чем сказал. Дальше. Есть возможность использовать каждый из этих шаблонов с определенными настройками для разного типа сервисов. Ну, например, один сервис у вас какой-то технический, ему не нужно общаться, допустим, с Kafka, или логирование с него там мало там потребно, или, ну, отслеживать его функциональность не так важно, до него можно не ставить какие-то штуки. И для этого один набор сервисов. Другой сервис у вас, допустим, принимает платежи, и он очень важный, критичный, на него втыкать большое количество вот этих вот NuGet-пакетов, которые будут все отслеживать, логировать, прокидывать, умедомлять, и это другой тип шаблонов. Ну, так если речь идет о том, что можно шаблоны на шаблоны натянуть, ну, почему бы этого не сделать? Конечно, это не сразу, потому что вам нужно сначала определиться, какие механизмы и настройки должны быть в вашем шаблоне по умолчанию или установлены по требованию, и только после этого развиваться в сторону вот этого дополнительного уровня шаблонов. Опять же, все это можно сделать не просто вручную, а генерировать коды генерации. Сейчас в C-Sharp есть генерация кода, штука на самом деле прелестная, работает идеально, и, в общем-то, другие варианты использования, вот эти вот построения шаблонов автоматические, они тоже, в принципе, существуют. Есть и кастомные наработки, я знаю, что есть в некоторых группах разработки такие команды, которые именно шаблоны поддерживают, ну, это вопрос того, насколько ваша организация или компания готова держать такие, собственно говоря, группы. Еще надо сказать, что шаблоны уже начали появляться, в том числе и бесплатные, и платные. Я сделал такой шаблон, я горжусь, что я его сделал, называется он шаблон для микросервисов, он использует стандартный код First подход, если вот интересно, ссылочка посмотрите, много видео на канале, и в том числе и про этот Nimble фреймворк. Дальше. Надо говорить о том, что безопасность сервисов это тоже ключевой момент, и определить уровни взаимодействия, о которых мы поговорили раньше, это тоже очень важно, потому что все от этого может потом либо сломаться, либо очень круто заработать. То есть, если у вас есть прокси-сервисы, которые объединяют работу нескольких сервисов, нужно, их, кстати, можно тоже реализовать по-разному, есть фреймворки, например, которые это делают, от слот, например, да, а можно сделать кастомный сервис, который просто будет ходить через сервис, то есть сервис сообщения на другие сервисы, и тем самым давать пользователю на UI определенную информацию. Все, опять же, зависит от того, на какие уровни взаимодействия вы берете, как вы их настроите, и отсюда вам нужно будет плясать в сторону безопасности. Разные варианты взаимодействия, разные уровни ответственности сервиса. Дальше. Ну, как я уже говорил, вот эти самые сопутствующие инфраструктурные механизмы, то есть локализация, конфигурация, возможно, где-то там соблюдение правил закона персональных данных, какие-то сервисы должны поддерживать, какие-то там просто их не содержат, эти данные. В общем, если вы об этом не подумаете до того, как начать микросервисную архитектуру, и реализовать какие-то нужно, в общем-то, понимать, что придется готовиться к большому рефакторингу. В противном случае можно все начать сначала, ну, если у нас на это время... Хотя что у нас есть еще, кроме времени? Данные бывают разные. Срочные, отложенные, детализирующие, агрегирующие. Надо понимать, что есть такое понятие, как cold data и hot data. Данные, которые нужны вот сейчас, прямо здесь, это один вариант ее и хранения, и распределения, и обновления. И второй вариант, это когда cold data, то есть она не очень важна, было бы неплохо ее посмотреть, ну, я, в принципе, готов потратить на время на это. И от этого строится архитектура взаимодействия микросервисов. Есть отложенные реализации, и об этом, то есть отложенные обновления, так называемые invention consistency, то есть согласованность в конечном счете, когда данные постепенно перетекают из одного сервиса в другой, не требуя мгновенное обновление на стороне клиента. Также можно решать это и другими вариантами, например, какими-то уведомлениями пользователя, что, типа, ваши данные готовятся, мы потом вам скажем, что они готовы, вот вам ссылка скачаете, или какие-то уведомления, или какие-то сервис Notify Event. В общем, все очень, так сказать, детализировано в ту сторону, что у вас ваш бизнес, вам за него отвечать, в зависимости от того, какую вы систему строите, нужно подбирать для этого механизмы протокола. Я напоминаю, что четыре характеристики, они описаны так абстрактно, что реализовать их можно как угодно и когда угодно, да, если хотите. Поэтому вот тут все сугубо из личного опыта, я просто делюсь с вами, и поэтому поехали дальше. Итак, я уже говорил, что есть sensitive data, которую нельзя потерять, и от того, насколько она опасна для потери, да, если так можно выразиться, то тут можно использовать разные типы шаблонов. Ну, например, если у вас HTTP должен записать, HTTP request должен записать в базу, какой-то данной информации, а сервис недоступен, то повторный вызов его, в принципе, это можно сделать. Но тут два варианта. Если это делается автоматически, то кто дернет повторно, если делает пользователь, ну, не проблема, нажал кнопку еще раз, там нет ошибок, все, пошел дальше. И тут нужно понимать, что вот эта sensitive data, она, в общем-то, важна. То есть, другие словами, есть механизмы, которые позволяют это решать. Ну, начиная как от распределенных транзакций, там, поддержка Saga паттерна, ну, по части, допустим, масс-транзит реализации на базе RabbitMQ, или другие механизмы, которые там, адемпатентность операции, или там, временные таблицы, или event sourcing, если хотите, это тоже туда можно приплести. В общем, нужно понимать, какие данные вы передаете, насколько они важны, насколько они как-то актуальны. В общем, это тоже нужно иметь в виду, потому что перестраивать систему будет сложно. Есть такое понятие, как модные паттерны, я вот несколько раз про это слышал, event sourcing, давайте внедрять event sourcing, ура, хочу, полетели, куплю, люблю, и это не всегда работает, потому что event sourcing работает только в тех случаях, когда есть понятие упоминания состояния. То есть, когда event sourcing, это журнал состояния, если хотите. То есть, у вас каждая запись говорит о том, что было изменено состояние. Если у вас в бизнес логике или в бизнес процессе не участвует такое, нет упоминания состояния, то event sourcing в другом раскладе вам принесет только боль. Пытайтесь применить это все ровно на том уровне, на который вам нужно. Event sourcing хороший паттерн, но есть и у него недостатки, и он не везде подходит. Применяйте именно то, что вам нужно. Итак, переход на микросервисы в принципе должен быть оправдан. Если ваша команда разработчиков сидит и в какой-то момент говорит, а давайте перейдем на микросервисы, гоните эту команду разработчиков. Так быть не должно. Микросервисы – это следующий этап развития монолита. И если говорить о сложности, о которой мы говорили ранее, то это должно быть оправдано тем, что вы должны решать какую-то конкретную задачу, конкретную боль, которую уже не может реализовать монолит. И поэтому, если вы начнете разбивать то, что вам разбивать не нужно, вы просто получите гораздо больше боли, и нужно к этому, говорю еще раз, приходить очень осознанно. Дальше. Микросервисы – это декомпозиция, и надо понимать, что неправильная декомпозиция принесет только боль и разочарование. Двигайтесь от бизнес-процессов, а не от доменов. Что это значит? Это значит, что если у вас есть клиенты, там, customers, допустим, contracts, ну, то есть сущности, которые существуют в вашей предметной области, не нужно под каждую сущность, так называемый домен, да, домен, domain model, создавать микросервис. Это неправильно. Двигайтесь от бизнес-процессов. Напомню, что микросервисы – это элементарная операция, которая делает определенную бизнес-функцию. Двигайтесь от бизнес-процессов, а не от доменов. Это достаточно важное замечание. Я просто прошу учитывать это, опять же, на своем опыте. Дальше. Есть декомпозиция, да, о которой мы говорили. Так вот, декомпозиция дает гарантии, можно декомпозировать Monolith и сделать микросервисы. Тут, собственно говоря, все нормально. Но при этом связи никуда не денутся. Вы можете публиковать свои микросервисы раздельно, и они не будут вам мешаться в разработке, то есть они не будут задергивать другой код. Но связи-то при этом никуда не денутся. И если неправильная декомпозиция будет проделана, то это говорит о том, что у вас только добавится геморр. Ну, то есть боль, да, будем говорить боль. У вас добавится боль по поддержанию этого выноса. Связи останутся, сложности их оптимизации, взаимодействия и использования добавятся, а проблем не убавятся. Нужно понимать, что вы декомпозируете, для чего и зачем. Связи никуда не денутся, об этом нужно думать сразу. Документирование – это тоже очень важный аспект разработки, особенно в микросервисной архитектуре. Ну, в общем-то, не я это придумал. Есть такая штука, которая называется «Domain Driven Design». И первое, о чем говорится в этой книжке, Rick Evans говорит, что должна штука такая быть, которая называется «Единый язык». Речь идет о том, что есть архитекторы, есть аналитики, есть разработчики, ну, высокого уровня, да. Ну, я имею в виду, что по иерархии, да, например, темлиды, да, или техлиды. Так вот, «Единый язык» – это язык, на котором должны разговаривать все эти люди. Если не будет понимания того, о чем идет речь, какие бизнес-задачи решаются, какие прикладные сущности используются, на каком уровне они находятся, в каком контексте лежат, какой уровень обособленности у них друг от дружки, это приведет к тому, что одни будут рисовать одни схемы, другие будут писать другой код. Документирование – очень важный аспект разработки, более того, его актуальность имеет значение. Уделять вниманию документированию нужно очень-очень тщательно. К чему это сводится? Представьте, есть у вас несколько команд разработки, одни пишут один микросервис, другие – другой. Допустим, это команда распределенная, и пока одна команда спит, другая пишет, и наоборот, где читать, у кого спросить. Понятное дело, что такие совместные какие-то конференции, так называемые синк-встречи по синхронизации данных, они, конечно, помогают. Но в большинстве случаев достаточно хорошо сдокументированный документ, каламбур, прошу прощения, посмотреть, чтобы понять, что эта штука делает, как менялась, какая была версия, чтобы, в общем, я думаю, что, опять же, понятно, о чем я говорю. Документирование – очень важный аспект. Выберите среду документации, конфлюенс или еще какие-нибудь подобные, и введите документацию. Причем все хорошо в меру. То есть, если вы будете описывать какой-нибудь не бизнес-функционал, желательно придерживаться Model Driven Design, то есть тот, который описывается в DoMine Driven Design, на основе чего это было построено, и какими основными моделями оперируют те или иные участники этой схемы. Я имею в виду аналитиков, архитекторов, ведущих разработчиков. Вот это вот важно. Вот это очень сильно влияет. Поэтому, ну, в общем, пишите документацию. Еще один очень важный, на мой взгляд, ключевой момент. Нужно определиться с ресурсами, с командами, задачами и целями. Я про чем? Есть такая штука, называется Conversation Over Configuration. Это отличный паттерн, он работает идеально. Например, он реализован в ASP.MVC. То есть, MVC – это договоренность поверх конфигурации, что у вас есть модели, у вас есть вьюшки, у вас есть контроллеры, и они реализованы. В общем, это один из примеров. Так вот, для того, чтобы начать переходить на микросервисы, вам нужны разработчики, вам нужны команды, есть ли у вас нет команды, которые там… В общем, нужно, чтобы разработчики были в этих командах, им нужно определиться, какой уровень их подготовки, какие ресурсы использовать. Понятно, что можно команду научить, ресурсы можно добавить, можно определить какие-то цели и задачи, ну, так называемая свобода для команд. То есть, я пытаюсь объяснить простую, в общем-то, мысль. Если у вас разработчики все примерно одного уровня, то даже, наверное, не так. Если ваши разработчики понимают, как именовать, ну, да, на простых примерах, как именовать, допустим, контроллеры, да, какие namespaces там создавать, какие naming convention используются, какие, я не знаю, editor config, да, то есть, вот этот style cop какой-нибудь используется. То есть, это нужно, чтобы было между командами, между проектами, между сервисами, чтобы это было одинаково. Таким образом, у вас работают и шаблоны. То есть, если вы на все команды раздали один шаблон, понятно, что это все где-то одинаково, но главное, чтобы еще люди, понимая, шли в ногу с этим шаблоном, дополняя его и улучшая, а не идя там перпендикулярно в другую сторону или вообще в обратную сторону. И вот с этой точки зрения я написал, что нужно определиться с ресурсами, командами, задачами, целями, чтобы вот свобода в кавычках, да, у команд все-таки была. Договорились о пареерной конфигурации и придерживаемся ее. Это и описать легче, и использовать легче, и вновь пришедшим. Ну, я думаю, что я понятно объяснил. Еще есть один немаловажный ключевый момент. Не все может быть решено при помощи микросервисов. Надо понимать, что микросервисная архитектура это всего лишь архитектура, как бы это глупо ни звучало. Но и эту архитектуру можно реализовать по-разному. Ну, то есть, понятное дело, что все хорошо в меру, нужно руководствоваться здравым смыслом. Есть и паттерны, есть и антипаттерны. Есть и защитники, и наоборот, противники. И даже иногда и паттерны можно нарушить, лишь бы это заработало. И даже антипаттерны можно использовать, лишь бы в какой-то момент заработал. Вот, например, про DDD. Идет речь всегда о том, что это всего лишь архитектура. И иногда можно поступиться какими-нибудь принципами для достижения лучшего результата. Раньше была нормализация баз данных, теперь уже нормально себе считать денормализацию данных. все меняется в этих данных, собственно говоря, в этих реализациях. Нужно понимать и быть готовым, что код должен работать и должен работать правильно. Опять же, архитектуры, они позволяют применить определенный подход к разработке, но не говорят, как вам нужно делать. Это нужно просто понимать. Ну, и на этом я, наверное, с вами попрощаюсь. Я достаточно много наговорил. Я попытался в этом видео объединить все, с чем мне пришлось столкнуться по части микросервисов за последний год, два, может быть, три. Я попытался вам рассказать, что, в общем-то, нужно ждать от микросервисов. Я хотел донести до вас, что это непростая задача. И вступать в эту архитектуру нужно осознанно. Поэтому я вас благодарю за внимание. Пишите вопросы, ставьте лайки, становитесь спонсором, чтобы поддержать канал. Мне это на самом деле очень важно. А также, ну, в общем, пишите правильный код. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!